Счастливы, что мы можем слышать Слово Божье, что мы можем слышать свидетельства, которые мы сегодня слышали. И я благодарен Богу также за то, что мы можем петь, воздавая хвалу нашему Господу. Потому что, как уже брат Вадим сказал сегодня, приносить плоды. Я хочу вспоминать, какие плоды. И в Библии написано, и так будем через Него, через нашего Спасителя Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод, уст прославляющих имя Его. И мы с вами блаженны тем, что мы прославляем имя Божье, прежде всего в своих сердцах. Потому что от избытка сердца говорят уста, а то, что у нас в сердце, то и у нас на устах. Да благословит нас Господь в этом. И у меня есть красненькое слово, мысль. Тоже размышляю каждый день, читаю Слово Божье каждый день, размышляю. И приходят мысли по прочитанному. И когда я прочитал этот стих, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, и по время близкого, я вспомнил одно местописание, которое написано в луке 10 главе. Это о Марфе и Марии. Я думаю, многие из нас читали, слышали, возможно, об этой истории. И я хотел бы ее озвучить, она небольшая, недвижняя. В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая села в ногу Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подошедший сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. И Иисус же сказал ей в ответ, Мальфа, Мальфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее.